Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы готовы на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы сегодня в полном составе и не только, еще и в составе наших друзей отправляемся в путешествие по Армении. Наша задача сегодня предстоит доехать к подножию самой высокой горы в Армении, Арагац. Мы вообще планировали сделать восхождение, но по таймингу мы вообще не укладываемся, так как ребятам нужно скоро будет уезжать, перед этим еще свадьба и нам дальше тоже куда-то двигаться. Поэтому, скорее всего, восхождение делать мы не будем. Да и в горах стало сейчас достаточно прохладно, и восхождение на вершину уже займет не просто прогулочный маршрут с минимумом снега, а там уже все в снегу. Но вообще сегодня в выпуске посмотрим. Так что, друзья мои, ставьте лайкосики, пишите комментарии, делайте репосты в свои социальные сети и погнали в новый, сочный, крутой выпуск. У нас с самого утра вообще просто какая-то бешеная суета. Мы собираем вещи, пакуем машины, что-то перестирываем, наводим порядок. Всегда, когда арендуем жилье, после себя оставляем порядок. А в некоторых местах, о боже мой, все уваливается. В некоторых местах мы даже заказывали клининг после себя, вот, когда убираться лень или времени не хватает. Короче, пакуем машины. Пока здесь жили, я из машины все достал, здесь был идеальный просто порядок навел. Короче, красота. Теперь можно путешествовать минимум неделю в тачке. Все перестирано, все готово у нас к новым местам. Последние штришки мы тут делаем. Мы даже им полотенце отбелили. Вот так вот. Все, осталось прям последние эти. Закинуть машину, закинуть детей. И мы, короче, собраны. На самом деле уже устали с сомбатом, и можно ложиться спать, отдыхать. Мы тут еще утром, представляете, все перестирали. Всю постель, на которой спали, сколько получается, 7 ночей. И вот с чистеньким бельишком отправляемся дальше в путешествие. Сказали, дома до свидания, дома нас приняли. Блин, шикарное место. Мы сказали хозяину, будем в этих краях обязательно, будем звонить, если будем большой компанией. Правильно? Все, отправляемся на озеро Кари. Нам ехать туда 2 часа. Посмотрим, может, по пути какие-нибудь красоты интересные. По новой дороге поедем. Так что, друзья, мы не переключаемся, смотрим внимательно, ничего не перематываем. А пока можете подписаться на наш телеграм-канал, пока мы едем. Я ссылочку оставил там в описании. Переходите, подписывайтесь. Ведь в телеграм-канале выходит тот материал, который на ютубе не выйдет никогда. Ереван как на ладони. И вот вроде Арарата нету, но он есть. Опять спрятался. Решили мы ехать чуть делать крюк, но без пробок ереванских. В итоге? В итоге вот. Да уж. Ремонт дороги. Повсюду продают яблоки разных сортов. Такие красные, зеленые, желтые. Знаете, как классно. Вот такая вот история. Это серпантин, который ведет на высоту, друзья, аж 3000 метров. Представляете? И это высокогорное озеро находится там на высоте. И оттуда начинаются все пешие маршруты для восхождения на гору Арагац. Вот так вот. Ну посмотрим там сейчас какая будет природа. И как будут вести себя машины на такой высоте. Ну что, например, сам Бат говорит, что атмосферник бензиновый мощность теряет в горах у него конкретненько. Посмотрим. Да, дорога, конечно, такая виляющая. Не знаю, на какую мы высоту еще поднялись, но мне кажется, еще подниматься и подниматься. И вот начинаются самые вот эти серпантины, когда вот прям влево, вправо, влево, вправо. Очень надеюсь, что Арагац будет открыт и покажется нам. Надеюсь. Здесь вот едем по кустам растет алыча, яблоня, как он, шиповник, по-моему, называется, малина. Как вот дикая малина такая твердая? Между малиной и ежи, как это название, подсказывайте в комментариях. Вот они прям кусты. Можно, в принципе, останавливаться и собирать, если время позволяет. Да, мы на самом деле уже высоко. Даже температура упала с 25 градусов, представляете, до 15. Но нам еще подниматься и подниматься. Дорога плюс-минус, конечно, нормальная, но в дырах. Интересно, как здесь зимой. Мне кажется, зимой здесь конкретные сугробы. Ну вот она, прямо перед нами, вершина Арагац. Правда, она и в облаках. Но там есть снег. И действительно, у нас уже 12 градусов. Очень-очень надеюсь, что облака уйдут и она нам откроется. Потрясающе. Мне кажется, так высоко на машине мы не заезжали никогда. Нам еще ехать и ехать. Еще, по-моему, километров 7. Такое ощущение, что камни насыпались. Их так в разные стороны, короче, раскидали и сделали дорогу. Но я очень удивлен, что асфальт. Что ты не едешь по какой-то гравийке, да, либо по бездорожью. Вот, пожалуйста, спокойно едешь. Класс. Еще респект. Я не знаю, как здесь ездят зимой и как разъезжаются люди. Но даже сейчас, летом, учитывая, что очень узкая дорога, вот мы сейчас разъезжались, это была очень стрёмная штука. Прямо потому, что мы, ребята, очень высоко. И мы приехали. Офигеть! 9 градусов. Ну, вентиляторы, понятное дело, работают, еще будем не работать. Так, где озеро, непонятно. Вот здесь вот есть уже указатели на гору. Маршрут начинается. И, видимо, вот они вершины. Четыре вершины здесь. Какая погодка, да? 9 градусов? Да, мне 10, по-моему, показалось. Да? Классно? Да. Но, кстати, не холодно. Ну, нормально. Что, все спят? Нет, сейчас спят. Дети спят. Ух. Не знаю, не пойму, вот это орогац? Мне кажется, нет, там прям что-то было. Видите, там, где облака. Вон там, высокая такая вершина была. Намного выше чем это было. Вот парковка. А вот оно. Озеро. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, давайте сразу, прям сходу попробуем потрогать воду. Мне кажется, она леденющая, но чистейшая. О, нифига себе. Ну, я не знаю, это, наверное, сколько-то там, 2 градуса. Это руку сводит сразу же, моментально. Блин, это круто, ребята. Это очень круто. Можно собираться и идти хотя бы вот сюда вот, чисто в походик. Ребята приехали, мы вообще в шапках, в тупах. А мы просто... Ну, как я без крокса пойду на высоту 4,100? Мерсота. Да? Мы конкретно упаковались. Вот, вот. Мирошка вообще расстроился, что ему надо одеваться. Короче, все, попали мы в зиму, так сказать. Ужас, да. Холодно. Вон, самбат мне выделил теплые штаны. Я такой, как... Ну-ка, покажи меня. На стиле. У меня уже 100 лет так не выглядел. Рэпер такой. Йо-йо, приходите на мой концерт в Ереване 1 октября. Жду всех. Здесь территория ресторанчика. У них такие беседочки с видом вот на озеро Кари. Озеро ледникового происхождения. Не, на самом деле, если еще летом, покупаться можно. Сейчас вот мы вышли, первые 5 минут еще было так не холодно. Мы такие в шортиках туда-сюда. А сейчас прям конкретно холодно, ребята. И вот они, кстати, маршруты пошли на гору. Вот можно идти, 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 идти. И туда переваливаешься. Блин, а рогатся нам вообще не показывается, конечно. Не хочет. Здесь, я уже просто говорил и повторял, что здесь кормят хашем. Здесь есть хаш, шашлык и рыба. Все. Заказываем, естественно, хаш. Но помните, друзья мои, кто сюда поедет, берите наличку. Сюда только наличкой. Никакой карты. Вот у Саббата сейчас есть. Будет нас выручать. Мы своих оставляем здесь. И пока будем... Ой-ой-ой. Пока будем ждать, значит, когда нам принесут хаш. Сказали буквально минут 10. Ксюш, там чай заказали с чабрецом. Вот. Мы пока пойдем с Саббатом прогуляемся. Смотри, как открывается. Вдруг у нас получится. Вдруг нас пустит, рогатся. Изначально наш план был такой, что мы сюда приедем, ну, естественно, на машине. И здесь остановимся переночевать. Я вот хочу вам показать. Будет вам видно, не видно. Вот торчит крыша. Бусика. Ну, такое, вот знаете, как у Калифорнии. Крыша-палатка поднимается. Вот, можно объехать. Да, в принципе, даже по вот этой вот дороге. И припарковаться, и ночевать. Это потрясающе. А утром, когда лето, жара, разбегаешься и купаешься. Я бы и сейчас, в принципе, искупался. Но у меня даже уже это... Пальцы работают в замедленном действии. А ты сказал, да, что нам через 20 минут принесли? Ну, в официантке не было. Я, наверное, заказал. Все понятно. Клевенько. Так, для тех, кто захочет проехать на машине, дорога вот такая. Местами, конечно, как бы классная. Но в основном она из таких камней, что можно и резину порвать. Потому что я думал, это бусик стоит, и это стоит Discovery. Или Defender. Ну, короче, старый. Ему вообще пофигу. Они ездят везде, где другие не ездят. Холодно. Чувствуется, что мы на высоте. Мы уже поймали одышечку. Так, тяжеловато. Еще холодно. Просто реально холодно. Ходить. Отсюда, кстати, еще вид мембезны. Кстати, обратите внимание, что крыши у домов, они из-за люэти... Как они? Листы. Профлист такой, да? Как мы где-то видели. А, в спитаке. Мы подъезжали к церкви, в которой сделано же из таких же листов вообще. Представь, как во время дождя будет барабанить. Ну? А если играть? Ну, а здесь он бывает, я уверен. Да, а представляешь, я вот еду, говорю, как здесь вообще разъезжаться зимой, когда здесь сугробы, ну, выше крыши машин. Я фотки смотрел. Да, зимой. Не, зимой не ходят же, по-моему, вообще. Ну, это так. Отмороженные, мне кажется, самые. Ну, либо те люди, которые вообще там на опыте. У нас, походу, сейчас будет просвет, и нам получится подснять Арагац. Я туда запустил дрон. Он уже снимает гиперлапс. Мы разбираемся по вершинам, и поняли, что вот это вот, это южная вершина, самая маленькая, это западная. Вот это вот как раз и есть та самая сложная вершина. И вот это, вот это вот, это восточная. Ну, короче, сейчас дрончик поснимает, и мы все сфотаем. Ну, так-то недалеко идти, и можно сходить, по идее. Арагац вообще, это потуший вулкан, и вот сейчас, когда дрон он зафиксировался, видно, получается, вот это вот, это кратер между вот этими вершинами. Конечно, супер туда бы сходить, но мы просто физически не успеем, сюда нужно приезжать, переночевать, утром проснуться, Хаша хапнул, и вперед на рассвет, правильно? После Хаша хочется спать. Не, надо идти. Ха-ха-ха. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, хоть не так вот пешочком, но хоть так нам, я считаю, что еще повезло, открылся Арагац, мы увидели эту вершину, пусть хотя бы через камеру. Я считаю, что нам очень повезло. Классно. Когда-нибудь в другой раз мы обязательно возьмем друг друга и поднимемся туда уже своими ногами и воткнем там какой-нибудь флажок, да, друзья мои? Обязательно это сделаем. Короче, сажаем дрон, ссыкотно, потому что зарядки уже 27%. Непонятно вообще где он. И мы, короче, летим. Но надеюсь, сейчас все получится и приземлиться. Ну вот, я по крайней мере, смотри, я его к земле уже опустил. Ой, ой, пульт. Сигнал потерял. Дрон не подключен. Прикинь. Он уже пищит. Я его максимально приблизил к земле и я думаю, что сейчас просто его посажу и будем его искать. Вот так вот. Горы, дело тонкое. Короче, пока грустно, потому что у меня все, у меня просто серый экран на пульте. Я его приземлил, но надеюсь, у нас получится его найти. Ну, такое вот бывает, конечно. Я сейчас и не ожидал, что со мной такое будет. Блин, это грустно. Ну, пойдемте искать тогда, что делать. У меня появилась яркая картинка. Здесь пишет заряд еще, короче, 3%. Но здесь еще проблема в том, друзья мои, что здесь камни и дрон мог сесть просто на камень и нахрен разломать себе пропеллеры. Блин, что тоже переживаю. Вот и где он? Непонятно. Эй, раздай какой-нибудь звук. Ряха, муха. Смотрите, как на видео видно, как я иду. Ха-ха-ха-ха. Вот она птица. Ну вот, лопастями врубилась, но в траву очень аккуратно. Видите, я сел. Смотрите, вот камни, вот камень. Вот влево, вправо и могли бы сломаться лопасти, либо, не дай бог, луч. Вот такой вот у нас полет на рогатце. Рогатце чуть не забрал мой дрон. Ну а теперь довольный, что все хорошо получилось. Да? Идем кушать хаш. Надеюсь, он будет горячий. Но я сейчас остыл, попросим, чтобы погрели. Пока я понимаю, что это только бульон. Да. А, надо мясо вытащить, да? Вытаскивать на тарелку. Так. Ой-ой-ой. Ага. Так, добавляйте в бульон и чеснок. Вот этот вот. Этот чеснок, да? Да, и соль. И много надо? Ну, я трешки две-три добавляла. Так, держи. А он прям не соленый? Он вообще не соленый бульон. Ага. Ага. Не мешай, пожалуйста. Окей. Добавили. Так, размешиваем. Ага. Ноль. Бери. О, нифига роман. Теперь вот так бери и кроши. А, туда прям кашу? Прям туда крошишь все. Вот так, да. Ага. Ну возьмите, если хочешь, лаваш. Возьми, отклоняйте. Так, дальше идет. Серьезно? Прям так? Нифига себе. Ну нам сказали прям так, да. Ага. Мне так женщина показала, как есть. Ага. И размешиваешь. Размешиваешь и пробуешь, да. Холодные? Ну, нет. Вкус просто холодца. Да. Вкус холодца. Я, правда, не понимаю, на что это похоже, но в плане тактильных ощущений. Ну-ка, самбадик. Ну, он слишком выголовился. Слишком много, а теперь все добро. Надо было не все тогда. Не, он сейчас, смотри, он растворяется. Не, он быстро растворяется. Ну, вот, чеснок хорошо, что добавили. Да, с чесноком мы с солью сразу вкус вообще очень насыщенный, классный. Только я мяса не увидел. А, видимо, здесь нету. У меня даже кости нету, растворилась. Да, ну, как бы, ну, такой, знаешь. Это все равно не подъедет. Это очень полезно, это коллаген. Соленье, зиму. Да, все, что я купил. 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 Ну, прикольно. Приятного аппетита, наконец-то мы попробовали вместе с тобой, да. У сомбата мама просто готовит хаш, да, сомбата? Где-то вкуснее у мамы? Ну, конечно, вкуснее. Конечно, вкуснее. Потому что мы делаем все по-другому, без лаваша. И там свиные немножко используются. И там мясо. Ты берешь мясо, прям. А, прям кусками мяса, да? Ну, с лавашом я никогда так не ел. Да? Прямо в таком виде. Видишь, как? Мы сколько шарахались. Я такой еще такой трогаю, думаю, нифига как тепло. Сомбат поднимает, а там уголь, представляете? Да, уголь нахуй. Вот так вот. Офигенно, я вам даже скажу. Вот эта задумка. Ну, круто, слушайте, круто. Мне нравится. Хоть мне не особо нравится, но мне нравится и подача, и сам этот. Просто сам вкус, я вообще не люблю холодец. А этот, ты ешь, реально горячий холодец. Мы поели и даже не доели. Короче, немножко подрастроились. По цене у нас вышел со всех 26 тысяч грамм почти, прикиньте. А мы думали, в двадцатку уложимся. В итоге нам не хватило. Не хватает. Я сейчас пойду до машины, посмотрю, может, у меня в машине что-то есть. Ну, ценит что-то огонь. Мы в рейсике в центре Иривана дешевле ели и сытнее, а тут просто один хаш. Что думаете? Пишите в комментах. Мы, оказывается, прощаемся, потому что ребята уезжают в Гюмри, а мы уезжаем не в Гюмри. Вот. Возможно. Ну, черт его знает. Но есть только в Тайлайне. Тогда наполовинку давай. Вот это мы замерзли. Пока прощались, пока быстро издевались. Я штаны отдавал. Короче, все замерзли конкретно. Да? Все, сейчас надо еще доехать до одно место. Короче, вы знаете как? Решайте сами. Если будете в этих краях спробовать вам здесь этот хаш или не пробовать, но цена, ну, космос, серьезно, отдать 26 тысяч за вот это все. Все, цена в драмах. Делите на 4. Но это, блин, это дофига вообще. Ладно, все, двигаемся дальше. Хотел с дрона дорогу еще поснимать, но он полностью сел. И не буду рисковать, учитывая, что вот так вот получилось, что чуть не решились мы дрона. Вот когда обратно едешь, открываются виды тоже бомбезные. Блин, жаль, что сел дрон и не могу поснимать за машиной. Но виды вообще просто чума. Здесь очень крутая смотровая площадка. Вот мы остановились. Посмотрите, какой вид потрясающий. И вот такая дорога, да, такая черная полоса уходит. Мы вот остановились почему? Потому что отсюда открывается наикрутейший вид как раз на Арагац. Вот они все вершины прямо перед нами. Западная, южная, северная самое сложное. И получается восточная. И вот это вот как бы кратер. Да, потрясающе. Но, но, вот сейчас вершину не видно. А у нас увидеть получилось, друзья мои. Классно. Мы приехали на локацию. Называется замок Амберт. И здесь же есть церковь Ваграмашен. Здесь помимо того, что вот это можно посмотреть, вход платный полторы тысячи стоит. Драм за человека. Но нам больше нравится, во-первых, сюда. Какая дорога. Здесь такой красивый серпантин через вот это вот все ущелье. Ну и сам замок, точнее, знаете, как это даже уже не замок, а остатки от замка. Вот. И вон там вот церковь. И, конечно, интересно было бы сходить. Это, во-первых, короче, здесь холодно в горах. Неохота уже морозиться. Хотелось дрон запустить. Здесь, конечно, и висит табличка, что типа нужно согласовывать полет с руководством заранее. Поэтому я думаю, что вот оттуда запустить будет самое то. И посмотреть, как выглядит этот замок с высоты. Здесь до замка и до церкви примерно километр. Батарейки на дроне мало. Поэтому если я сейчас туда полечусь снимать, короче, мне потом вообще не хватит поснимать дорогу. Поэтому я хочу зацепиться сейчас за машину и показать вам, как здесь красиво выглядит эта дорога, по которой мы едем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот на обратном пути собираем. Сейчас наберем пакет и поедем. Че, вот когда мы встали? А вот что, собрали? Вода набирается. Вон. Красота. Леденющая вода. Это очень хорошо. Вот в горах путешествовать одно удовольствие. С водой нет никаких проблем никогда. Смотрите, уже на закате. Вот тут вот видно Арарат. Но он в облаках, как всегда. Вот тут вот Арагац. Мирошка. Но Арагац тоже, короче, спрятался. А вот здесь вот находится армянский алфавит. Памятник армянскому алфавиту. Это наследие ЮНЕСКО. Сейчас, короче, пойдем посмотрим. Прямо вот так вот на дороге стоит. Мы сюда вот, видите, только на закате добрались. Смотрите, здесь есть вот такая вот лавка. Можно что-то прикупить, да? Прикольно. И вот, собственно, сам памятник армянскому алфавиту. О, смотри, какая церковь стеклянная, Настен. Ничего себе. Прикольная. А, Б, В, Г, Д, Е, Е. Шутка. Ж, З, И, И, Краткая. Вау, у нас какой закат. Посмотри, какой закат. Все остальное, брат, такая мелочь. Да. Ой, как красиво. Вообще на закате вообще виды прям потрясающие. Так, если я все понимаю, вот это буквы, окей. А что обозначают скульптуры различных вот людей? Что они означают, друзья мои? Тот, кто придумывал. Тот, кто придумывал? Слушайте, ну может быть, конечно, да, я не спорю. Возможно. Ну, выглядит прикольно. Как бы первый раз такое видим, никогда не встречали. Интересно. Здорово здесь. Вот так вот видите, можно прогуляться среди букв. И мы совершенно одни. Да, это особый кайф на самом деле. Когда ты приезжаешь и никого. Ну вот, кроме игривых собачьих, которых Мироша гоняет. Мироша! Да, интересная локация. Да. Короче, под кубак на самом деле и под прекрасный закат мы отправляемся искать ночевку. И думаем, что поедем в Ереван, потому что на вершинах, вот здесь тоже горы. И в горах холодно, ветер северный. А в Ереване, в Ереване прям тепло. Вот это тут, короче, драка началась. Настен, иди. Короче, не поделили. Давай, садись. Поехали отсюда, пока нас не съели. Решили мы ехать в Ереван. Здесь в Дубак. Здесь сейчас плюс 8. Ночью температура упадет до нуля, представляете? Потому что вот мы высоко. И возле вот этих вот вершин там, аррогации и прочее. Здесь реально холодный, ветер лютый. Вот, просто я так подумал, а что бы здесь не встать? Здесь вот туалет есть, пожалуйста, парковка. Вроде так нормально, хорошо. Вот, но холодно, жесть. А в Ереване плюс 20. Как бы, ну, выбор очевиден. Ну и плюс мы там уже знаем две парковки, на которых действительно... Я думаю, что уютно будет спать. В общем, поехали, посмотрим. Ночевать будем в подножье, мать Армении. Ну, в очень крутом месте, на самом деле. Ну, в плане, короче, очень уютно. Показать сейчас не смогу. О, вот утром покажу. Пойдем в Ереван посмотрим. Да, ночной Ереван. Конечно, потрясят. Ха! Вот, прикольно, так машины доедут от света. Разместились мы, конечно. Вообще максимально прикольно. Парковщик за 500 грамм нас припарковал. Здесь еще стоят четыре автодома. Если будет стоять в утром, покажу. Мы уже все постелились. Мы уже даже поужинали. Вот автодом. Блин, ну его не видно, наверное, сейчас ночью. Возле нас еще. Ну и самое главное, что мы прям, смотрите, у подножья у памятника Мать Армении стоим. Класс! Что это? Ну, ребятки, давайте покажу вам, да, как я обещал. Посмотрите, вот так вот у подножья Мать Армении. Ночью приехал вот такой вот огромный просто автодом. Тут у нас стоит прицеп с машиной на российских номерах. Дальше у нас вот тут автодом. Вот тут тоже автодом. И там стоит джип. Короче, вот в такой вот компании, как говорится, да, мы тусовались вчера вечером. И сегодня утро тоже будет здесь, в Ереване. Прекрасная погода, хорошо. Можно спокойно еще вот так вот путешествовать, но по горным местам только днем, потому что в горах уже действительно прохладно. Ну вот вчера вот 8 градусов. Сейчас будем готовить завтрак. Здесь, наверное, поставим стол. Ой, мы прям, короче, так четко в кустах встали. Можно даже было машину еще вот так протянуть, чтобы сюда загнать багажник. И можно было бы даже вот здесь вот ставить стол. И очень уютно, кстати, сидеть. И мы тогда были бы закрыты вообще полностью кустами. Кстати, как неплохой вариант. Мир, конечно, тесен. Готовлю завтрак, вот уже видите. И вот с этого автодома приходит женщина. Халло, халло, ю. А мы, оказывается, с ними стояли в кемпинге. Вон там вот в селе Гохт, прикиньте. Вот так вот и встречаемся потом на просторах. А это Анастейшн, релокейшн. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Пока я сижу, работаю вот так вот. Мои убежали, значит, здесь есть парк гулять. Мирошку обещали покатать на паровозике. Ну и детям пару аттракционов. Я думаю, Настенка там организует. Ну а я вот так вот в машине работаю. Блин, обожаю эту машину за ее функционал. За то, что в ней можно реально полноценно жить. Пусть и тесновато, но она дает потрясающую возможность ехать и не заморачиваться ни с каким жильем. И это, ну это реально колоссальный плюс. Те люди, которые любят путешествовать, нас точно понимают. Давай. Короче, в мире он больше всех катался, но мы с ним иногда катались. Вот и нам больше всего понравилось, на чем мы катались. Это американские горки. Там есть такие мини. Вообще красава. На ковре мы катались. О, донес. О, донес. Короче, бабочка, еще мы ели. Еще мы ели бабу сладкую вату. Еще мы ели сладкую вату. Сахарную вату. Ой, короче, понятно. Мирош, ты красавчик. Мы на обед заехали уже в наше полюбившееся кафе. Здесь в Юриване, потому что здесь цена, качество, порции вообще идеальные. У нас получается вот огромная пицца. Ну, была. Ха-ха, я бы схватали. Пять супов. Сейчас еще два принесут. Это крем-суп с шампиньонами, морковный, тыквенный. У Мирошки будет куриный, и у меня будет обычный суп грибной. Сейчас вот покажу, насколько это вышло. Ну, вон, принесли Мирошки. Огромную порцию. Мирошек горячо. И мне. Какое огромное. Ну, а вышло все это на 7000 драм. Ну, по сути всего, это на наши сколько? Тысяча? Сейчас посчитаю. Что-то 1300, наверное, где-то так. Давай. 7000 драм, ну, 1800. А, 1800. 1800, немножко я промазал. Ну, это почти две пиццы. Полторы пиццы и пять. Да, мы же, кстати, еще заказали пол пиццы сверху, и чай еще заказали. Вот. Да, я читаю по предыдущему набору. Ну, да. Ну, 1800, вот такой объем, мне кажется, достойный. И учитывая, что у них очень вкусно готовят. У них очень вкусное тесто, супы вкусные, порции классные. Ну, и на обеде будем завершать данный видеоролик. Дальше у нас будет интересный маршрут, который вы увидите уже в следующем выпуске. Так что обязательно подпишитесь, если не подписаны на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну, естественно, телегу нашу подписывайтесь. А этот выпуск все завершаем, друзья. Лайкосики, комментарии, репостики. Все как обычно. И до нового выпуска. Пока. И в следующем выпуске будет интересно. Продолжение следует.